С начала этого года сотрудники департамента ПАЧС проверками посетили 1663 дошкольных и средних образовательных учреждения. При этом было выявлено более 8 тысяч правонарушений. Четверть из них оказались настолько серьезными, что пожарные вынуждены были отреагировать. На руководителя образовательных учреждений было наложено 1260 административных штрафов на сумму более 44 миллионов тенге. Больше всего нарушений было выявлено в образовательных учреждениях Шардаринского и Сарагашского районов. На проверяемых объектах отсутствовали системы экстренного оповещения о пожаре, а также системы противопожарного водообеспечения, то есть гидранты. К нарушениям относится отсутствие постоянного обслуживания имеющихся систем. Хуже всего обстоят дела в Сарагашском районе. Там из 108 не оборудованы 93 школы. Как объяснили руководители образования, несправедлива ответственность возлагать только на администрацию учебных заведений. Практически каждая школа желает в полной мере обеспечить противопожарную безопасность учеников. Но реализовать это на деле не всегда возможно. Одного желания, как правило, недостаточно. Вы приходите к нам с проверками ежегодно с марта по май, а нам на сессии в январе деньги выделяют. Пока проводим конкурс, уже наступает февраль. Сам конкурс длится март и апрель. Время уходит. Потом идет проверка победителя тендера. Это еще месяц. И наши показатели снижаются. Я выходила с просьбой к руководству как-то ускорить эти процедуры. Но нам ответили, что провести быстрее, чем прописано в законе, никто не имеет права. А потом наступает август и нам за то, что имеется нарушение противопожарной безопасности, грозят наложить крупный штраф. Пожарные педагоги договорились совместно решать возникающие проблемы. Тем не менее, специалисты по ЧАЭС предупредили. Ответственности за нарушения никто не снимает. И в случае невыполнения требований противопожарной безопасности будут приниматься строгие административные меры. Вплоть до приостановки работы учреждения образования и штрафа в размере до 500 месячных расчетных показателей. Даниил Худайбергенов, Айтория Толинде, Ербулат Султаев, информационная служба телекомпании «Отрар».